всем доброго дня ребят сегодня у нас вот такая вот статейка гелевый или кислотный аккумулятор конечно я про аккумулятор уже очень много раз рассказывал в том числе и про гелевые и про кислотные чем они хуже лучше там и так далее но вопросы все равно идут и идут и очень много вопросов касается того какой же на данный промежуток аккумулятор лучше какой же выбрать для своего автомобиля многие говорят что гелевый это просто чудо аккумулятор поставил все и забыл он полностью не обслуживаем и все красота лучше аккумулятор нет что типа кислотники все умерли их время прошло сегодня давайте попробуем быстренько так вот постараемся быстро разобраться какой же аккумулятор у нас все-таки лучше вот у меня гелевый вот так вот условно обозначу обозначен и кислотный начну я все-таки наверное с кислотного обычного нашего аккумулятора который стоит у нас на тысячи автомобилей в россии давайте быстренько бегло вспомним его строение схемку значит идет пакет пластин это минусовые пластины и плюсовые пластины они собраны нас пакеты между ними вот это вот красным я изобразил это как пластиковая проложка которая не дает замыкать этим пластинам друг с другом у нас 6 банок и соответственно 6 пакетов пластин которые внутри собраны у этого аккумулятора залиты они все специальной жидкостью вот она жидкость это жидкий электролит электролит основан на серной кислоте примерно в соотношении 35 к 65 то есть 35 процентов серной кислоты или 60 процентов дистиллированной воды вот эта жидкость она позволяет взаимодействовать с нашими свинцовыми пластинами при заряде накапливается заряд здесь у нас дистиллированная вода поглощается плотность кислоты растет соответственно аккумуляторной батареи накапливает заряд при разряде наоборот поглощается серная кислота точнее она оседает на наших пластинах плотность электролита падает аккумуляторе становится больше воды вот это такой цикл нашего аккумулятора вот здесь вот я нарисовал 6 пробочек каждая пробка дает доступу до нашего до нашей банки то есть мы можем контролировать уровень электролита его плотность там его затемненный скажем так когда банка начинает у нас осыпаться не банка точнее пластины электролит становится у нас мутным в свою очередь плюсами и минусами этой аккумуляторной батареи можно назвать и так плюсы давайте я начну наверное писать здесь ну так вот красным плюсы во первых свинцовые батареи это достаточно старое изобретение она там было изобретено по моему 100 лет назад поэтому технологии сейчас обкатали и ее производит кому только не лень цена можно купить за две три тысячи но брендовый аккумулятор нормальный будет стоить порядка пяти тысяч рублей но это не так дешево но терпимо скажем так второе срок службы в принципе нормальный аккумулятор служит по пять лет это сто процентов но если возьмете какой-то там но не им он у вас два три года стопудово проходит дальше третье есть не обслуживаемые варианты так вот напишу не обслуживаемые варианты где вот этих вот пробок у нас сверху нету соответственно электролит у нас запечатан внутри да он имеет в как бы способность испаряться потому что там есть вода вот он поднимается у нас вот сюда вот вверх вот сюда вот пузыриками скажем так не пузыриками паром вот но выйти он из банки не может потом он просто конденсируется вниз и соответственно уровень у нас вот этой вот банки не меняется это не обслуживаемые варианты также есть обслуживаемые варианты где эта пробка у нас откручивается электролит может испаряться выходить из нее это скорее всего минус но в принципе есть необслуживаемые которые запечатают эту банку то есть это нужно понимать вы можете как бы весь срок службы аккумулятор прокататься и даже не знать про электролит его плотность там и так далее четвертое вот так вот напишу устойчивая к средним перезарядом ну скажем так если вы будете заряжать 14,4 вольта 15 15 15 6 16 вольта даже я думаю 16 с половиной он в принципе потянет хотя это уже будет критической для него нагрузка он в принципе это нормально будет все переживать это все дело для него это ну как бы нет какой-то прям критичный такой скажем здесь нету критичности он будет заряжаться и нормально главное не давайте ему очень высокий высокий ампераж при таких напряжениях если вы дадите ампераж от 50 процентов от емкости этой всей батареи он у вас очень быстро накроется вот это наверное все его плюсы вот то есть дешевый относительно служит как бы долго есть необслужимые варианты устойчив к средней перезарядки ну как бы вот это вот такие варианты так теперь давайте подумаем над минусами минусов у него гораздо больше как я уже сказал есть варианты которые служат по 23 года это как правило не такие именитые бренды запрос такое может быть второе нужно следить за уровнем электролита напишу за уровнем и плотностью если у вас вариант обслуживаемый вам однозначно нужно следить вот этот вот уровень чтобы он был всегда вот здесь чтобы пакет был всегда спрятан в жидкости если пакет у нас оголиться куда-нибудь уровень например вот сюда вот идет вот это вот часть верхняя начнет перегреваться у аккумулятора и он начнет вот сюда вот вниз осыпаться как только аккумулятор начал осыпаться есть вероятность что первых какой-нибудь коротыш между пластинами станет ну и когда разрушается пластины емкость у него уже падает так что за уровнем и плотностью электролита нужно следить обязательно третье может замерзнуть да может замернуть если он вас разряжен совсем в ноль и и вдарили сильные морозы 20-30 градусов электролит просто замерзает внутри и все четвертое может взорваться если вы его долго перезаряжаете или и у вас электролит внутри бурлит то взрыв но если рядом какая-то искра выделяется у нас водород летучий это аж аж а газ так называемый он очень взрывоопасный взрывается просто на нет взрыв аккумуляторов при перезаряди в принципе это не такое уж редкое явление так что будьте аккуратны также еще раз повторюсь ну давайте вот здесь вот 5 пластины могут осыпаться соответственно если пластина сыпались как и говорил падает емкость нельзя использовать нельзя использовать скажем так вверх ногами на бок положить там и так далее то есть электролит жидкий он может оголить какую часть пластин допустим скинули вы на бок у него какая-то часть пластин здесь оголиться они также будут перегреваться да и есть вероятность что электролит у нас вытеки через пробку здесь если вы на бок положите также нельзя использовать сбоку вот так вот что ли напишу только вертикально только вертикально это важно седьмое нельзя использовать в салоне из того что происходит испарение газа это во первых взрывоопасно во вторых это для здоровья не так хорошо потому как с аж аж а вот этим вот летучим газом может выделяться еще сероводород а он негативно влияет на наше с вами здоровье чем вот это у нас кислотный аккумулятор давайте пробежимся быстренько по гелиевому варианту гелевый вариант у нас более совершенный у него также есть 6 пакетов пластин здесь только внутри у нас расположен гель нет никаких сепараторов между пластинами роль сепаратора исполняет у нас сам гель то есть есть также плюсовые и минусовые пластины только вот здесь вот заливается вот так вот плотно гель гель этот и держит у нас электролит внутри он держит у нас пластины внутри то есть он эти пластины как бы запечатывает пластины находятся в такой как бы банки в такой ячейке жестко запечатанные то есть они не в жидкости находятся они там жестко запечатаны а соответственно они не могут осыпаться ну точнее могут но это прям нонсенс я не знаю что делать над этим аккумулятором что пластина него сыпались Так как нет жидкого электролита Нет никакого испарения Вы можете класть на бок Как вам угодно этот аккумулятор Вообще он как бы Замечательный в этом плане Но здесь я не стал рисовать Чтобы уж не закрашивать Вот здесь вот все это дело Я надеюсь вы понимаете Что пластины там внутри жестко запечатаны Вот Плюсы у него какие Так давайте напишем Плюсы Первое Заряжается быстрее Быстро стараюсь писать Заряжается быстрее из-за чего? Из-за того что внутри вот эти пластины Сделаны из-за очищенного свинца Очищенный свинец имеет низкое сопротивление А так как он имеет Низкое сопротивление Соответственно заряд и разряд у него будет выше Соответственно Отсюда вытекает Токи пуска Пуска Намного выше Могут доходить Тысячи ампер Тогда как у среднестатистического аккумулятора Ну где-то 300-400 ампер Это кислотник Вот Третье Ну Электролит Вот так вот пишу Электролит Гель Ну со всеми вытекающими То есть как я уже сказал Запечатывает пластины Можете Вбок там вправо Лево ставить И так далее Четвертое Из-за того что пластины Запечатаны Устойчив К Глубоким Разрядам Да Вот для обычного Свинцового аккумулятора Глубокие разряды Реально губительны Потому что При глубоких Разрядах Вот здесь Вот на пластинах Начинает У нас оседать Соли Серной кислоты Они плотно Запечатывают Эту пластину Контакт Серной То есть Электролита И пластины Падает И емкости Категорически У нас Падают То есть Глубокий Разряд Для кислотного Аккумулятора Губительен Этому Аккумулятору В принципе Пофигу Вообще Эти глубокие Разряды Может там Ну Борит их На раз Просто Можете его Почти в ноль Разрядить Потом зарядить Для него Это в принципе Никакого Там Что-то Сверхъестественного Не будет Дальше Может стоять В режиме Ожидания Так вот Напишу В режиме Ожидания Год Тире Два Года Так вот Напишу То есть Зарядили Поставили И так как Нет там Жидкого Электролита Там в принципе Не проходит Никакие У него Какие-то Сверх Химические Реакции И поэтому В режиме Ожидания Реально Может стоять Один-два Года То есть Рекомендуется Один раз В год Чуть-чуть Подзаряжать То есть Если например На второй Пошли Год прошел Подзарядили Он у вас Дальше Стоит Ну и Шестое Намного Долговечнее 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 Служит От 8 До 15 Лет Я где-то Читал Что Аккумуляторы Optima На них гарантия Чуть ли там Не 15 20 лет Ну просто Нереальные Какие-то Сроки Службы Здесь вот 5 А здесь 8 15 Ну сами видите Во сколько раз Больше Так Это у нас Плюсы Давайте подумаем Насчет минусов Минусы у него Есть Причем они Реально Существенные Ну давайте Вот так вот Пишу здесь Минусы Минусы Также вот Первый Первый минус Это Стоимость Просто Нереальных Денег Он стоит Ну блин Я вот Заезжал Недавно Смотрел На 60 Ампер Часов 20 тысяч Рублей Он стоит Ну блин Сами оцените Тот 5 Это 24 Раз дороже Далее Вот второй Самый Решающий Наверное Минус Для многих Боится Высокого Так вот Напишу Бои С Высокого Напряжения А именно Больше 15 Вольт Смысл Какой Вот у нас Есть гелевый Аккумулятор Внутри У нас Гель То есть Его на заводе Залили Жидким Он стал У нас Гелеобразным Таким Десятых Тире 15 Вольт Не Больше Если Вы Заряжаете Его Током 15 Целых Хотя Бо Там 3 Десятых Вольта У вас Начинается Процесс Разрушения Этого Аккумулятора Причем Очень Очень Быстрый Как Это Сказывается В общем Вот этот Гель При Напряжении Свыше 15 Вольт 15 3 15 5 Он Начинает Таять Он Начинает Таять И Течет У нас Вот сюда Вот Вниз То есть Он Начинает Жидкий Становиться Стекает У нас Вниз В виде Жидкости А дальше Он Не Замерзает То есть Он Обратно Не Становится Гелеобразным Соответственно Вот С этих Всех Пластин У У нас Наш Этот Электролит Отекает Вниз Вот Сюда Вот Он Становится У нас Жидким То есть Емкость Этой Батареи В разы Падает То есть Просто Тает Как Снег Вот Допустим Он Должен быть Жесткий Как Снег А Принесли Домой Он У вас Тает И Все И Замерзнуть Он Дальше Не Может Поэтому Чтобы Не Убить Ваш Аккумулятор Нужно Вольт Но На наших Часто Автомобилях За напряжение У нас Скажем так Отвечает Блок Реле Регулятора На наших Машинах Этот блок Реле Регулятора Генератора Вот так Вот Генератора Летит Просто На раз Просто На раз Летит Даже Бывает Часто Летит На иномарках Только Полетел Этот блок Реле Регулятора Вы Не Заметили Это Катаетесь Катаетесь И Буквально Через День У вас Этот Аккумулятор Труп Все Ваши 20 Тысяч На Ветер Реле Регулятор Может Стоить Копейки На Генераторе А Вот Эта Двадцатка В трубу Улетела Поэтому Вот Сюда На Клемы Ставят Специальные Клемы С Защитой Вот Вот Так Клема Как То Так Я Изображу В этой Клеме В этой Клеме Применяют Дополнительные Дополнительные Реле Регулятора Которые Дублируют Скажем Так Реле Регулятора Автомобиля Если Реле Регулятора Автомобиля Накрывается Вот В этом Окошечке Там Она Либо Красным Загорается Либо Там Еще Что-то Вам Сигнализирует Пишет Что С Аккумулятора Идет Высокая Зарядка Вот Но Она Не Дает Аккумулятору Этому Зарядиться То Есть Эти Клемы Еще В принципе Надо Докупать А стоят Они Не Дешево Это Где-то Лазил Интернет Смотрел Около 3000 Рублей То Есть Вот Эти Две Клемы Около 3000 Рублей То 20 Плюс 3 23 Тысяч Получается Но Без Этих Клем При Выходе Из Просто Накро Етца Ну и Наверное Последний Ребят Минус У Гелевого Нашего Варианта Не Многие Про Это Знают Он Боится Слишком Сильных Отрицательных Температур Ну Вот Так Вот Напишу Минус 50 Градусов Цельсия Что Происходит При 50 Градусах Цельсия Вот Этот Гель Он Замерзает То Есть Он Превращается В Кристалл Он Становится У Нас Кристаллическим Таким Он Становится Очень Сильно Ломким Он Ломается И Не Может Держать Электролит Нутри Соответственно Емкость Аккумулятора Вот Этого Нашего Гелевого Очень Сильно Падает Так Что Остается У нас В итоге В общем Кислотник Или Гель Ну Давайте Так Напишем Гель Или Кислотник Ребят Честно Не Изгаляйтесь Берите Пока Кислотный Аккумулятор Просто Подумайте Сами При всех Его Минусах Ну Возьмите Нормальный Какой Аккумулятор Но Опять Же Ребят Не Реклама Бош Там Варта У Них Токи Запуска В принципе По 500 Ампер Даже Бывает Иногда Там По 600 Ампер Но У Этого Да 1000 Ампер Ну Блин 1000 Ампер Ну Куда Вам Я Не Знаю Чего Танк Запускает Что Для Обычного Автомобиля Ток Запуска Даже При Зимнем Пуске Ну Где-то 350 Тире 400 Ампер Это Максимум То есть Для Двигателя Скажем Там 1.6 Литра Вот Вам Вот Этого Кислотника В 500 Ампер Хватит За глаза Да И Ходит В принципе У меня Вот Когда Варт Стоял 6 лет Отработал Прекрасно Я Машину Продал Дальше Там Не Знаю Что С Не Умрет Главное Не 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 Допускайте Глубокого Разряда А Перезаряд Он В принципе Выдержит Ну Увидите Вы Дальше Там Белый Налет На Крышке Ага Там Задумались Там Все Белый Налет На Крышке Есть Хорошо Идет Перезаряд Ну Там Сменили Реле Регулятора На Генераторе Ну И Дальше На Нем Катаетесь Ничего Страшного Причем Цена У него Где-то На Рублей Там 5000 Рублей По-моему А Я Где-то Варты Видел Даже По 4500 Рублей Ну Блин Сами Подумайте Ну Прекрасный Же Вариант И Этот Вариант Конечно Да Соблазнительный Блин Там 8-15 Лет У него Да Если Вы Его Вдруг Не Перезарядите Высоким Током То Не Зарядите Высоким Током Вот Там Все Все Прекрасно Но Если Только У вас Накрывается Накрывается Ролей Регулятора Все Он Сразу Умирает Умирает Сразу Этот Аккулятор Поэтому Нужно Брать Для него Клеммы А с Клеммами Это 23000 Рублей Ну Пусть Он Работает У вас 8 Ну Пусть Даже 10 10 Лет Рублей Пишу Господи Вот Но Это Все Равно Блин Ребята Это Очень Дорого Очень Дорого Нет Испарений Ну Блин Под Капотом Испарения Пофигу Вообще Ну Стоит Он У вас Там И Стоит Испарение Все Ветром Обдувается Вот Этот 6 Лет Этот 8 10 Но Даже Если 15 Лет За Это Время Вы Смените По 4500 Там 4 Кислотника За Такие Деньги Поставите Разные Места И У вас Будет Запускаться Там Не то Что Я не знаю Там Танк Запустите Поэтому Ребят На данный Промежуток Времени Еще раз Подчеркиваю Да Гель Соблазнительной Технологией Она Хорошая Но Скорее Всего Гель Идеален Для Каких-то Альтернативных Систем Отопления Подачи Электроэнергии Домой Его Поставили Где Он в тепле У вас Стоит Где У вас Контролеры Заряда Эти Электронные Они Постоянно Контролируют Заряд Вы его Постоянно Этот заряд Видите И то Надо Все равно Следить Чтобы Контроллер Заряда Не умер А так Вот Это Скажем Так Наша Жесткая Реальность Поэтому На данный Промежуток Времени Поэтому И не Получили Гелевый Аккумулятор Такого Распространения До сих пор Все люди Катаются На кислотниках Возьмите Необслужим Но если Вдруг Вам Хочется Хочется АГМ Еще раз Повторюсь Ребята АГМ И гель Это Не совсем Одинаковые Технологии Хотя Они В принципе И похожи Между друг Другом АГМ У него Здесь Идут Стеклянные Маты С гелем Вот Это Немножко Другая Технология Хотя И очень Похожая На гель Вот Возьмите АГМ Она будет Два раза Дешевле Стоит Чем Гелевый Вариант И Ходить Она будет Подольше Скажем Вот На этом Наверное Все Я думаю Вы поняли Что еще Раз Подчеркну На данный Промежуток Времени Вот Кислотники Желательно Необслужимые Они Менее Геморройные Берем Именно Их Гель Это Ну блин Для каких-то Сверх Энтузиастов Ставьте На них 3-4 Реле Регулятора Чтобы Не спалить Вашу Эту батарею На этом Все Ребят Если Видео Понравилось Ставьте Лайки Подписывайтесь На наш канал Будет еще Много Интересных Видео Кстати По ссылке Под этим Видео Да и вот По пальцу По ссылке Переходите На статью Там внизу Как обычно Есть Голосование Проголосуйте Пожалуйста Что вы считаете Лучшим Гель Либо Кислотный Аккумулятор Мне Интересно Ваше мнение На этом Ребят Все Всем пока Вот такое Вот у нас Получилось Опять Большое Видео Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует